Краткая биография Бадюзамана Саида Нурси Озвучена русскоязычным отделом культурно-исторического комплекса Медриса Синан Паша, Турция, Стамбул Вступление Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного Книга, которую мы от чистого сердца с искренней радостью представляем читателям Вкратце повествует о великом ученом Бадюзамане Саиде Нурси, а также о Рисаленур Толковании благородного Корана, плоде всей его жизни Читая эту книгу, вы узнаете, что труды Бадюзамана по праву достойны внимания не только Турции и исламского мира, но и всего человечества Для тех, кто познал суть жизни и этого мира, временные слава и почести не представляют ценности Постигший истину не придаст значения фальшивым симпатиям тленных людей Саид Нурси и в этом отношении является великим духовным героем При том, что его жизнь, полная разнообразных героических подвигов, приводила людей в изумление, он растворился в истине и на пути Всевышнего Удостоившись божественной милости, преодолев великие препятствия, объявив свой святой призыв перед лицом сотен негативных течений этого века Он привел его к успеху, что показывает Бадюзамана как совершенно самоотверженного и беззаветно преданного истине Устаз Бадюзаман написал Рисале Нур без влияния каких-либо идей или какого-либо авторитета Без преследования какой бы то ни было материальной или духовной выгоды, без вмешательства личных чувств В своем труде под названием «Лучи» Бадюзаман говорит Да будет известно, что говоря о ценности и важности Рисале Нур, я хочу объявить об истинах Корана и о столпах веры Показать их силу и справедливость, призвать к ним, утративших силу веры В книге слова он пишет «Бери из Корана все, что пожелаешь» В соответствии со значимостью в нем имеется все, что необходимо человеку для счастья в этой и иной жизни Коран сохраняет свои свежесть и молодость, словно каждый век не спосылается заново Предписания и законы Корана настолько стабильны, тверды и сильны, что с течением времени все больше проявляет силу Итак, Бадюзаман Саид Нур-Си, раскрыв в Рисале Нур истины благородного Корана, в которых нуждается этот век, удостоился успеха растолковать их и объяснить в таком виде, благодаря которому каждый, в зависимости от своих способностей, может извлечь пользу Поэтому Рисале Нур считается шедевром Извлечь пользу из этих трудов может каждый, ведь они не адресованы какой-либо отдельной группе общества Надо признаться, что представляемая книга весьма далека от того, чтобы наиболее полно изложить жизнь Бадюзамана Саиде Нур-Си Очень многие моменты приведены вкратце или же вовсе не освещены Желающие подробнее ознакомиться с биографией Устаза Саиде Нур-Си и с его трудами могут обратиться к книге «История жизни Бадюзамана Саиде Нур-Си», входящей в сборник трудов Рисале Нур Самым верным представлением о какой-либо книге будет представление, составленное после ее прочтения и изучения Это правило полностью распространяется и на Рисале Нур Наш несовершенный язык далек от полноценного описания данных книг В этой ознакомительной книге мы лишь в виде некоего образца представим вашему вниманию некоторые описания этих трудов и некоторые отрывки из этих книг Усердие от нас, а успех от Всевышнего Бадюзаман Саид Нур-Си Начало жизни Бадюзаман Саид Нур-Си родился в 1877 году на востоке Турции, в селе Нурс из Парицкой волости, входящей в Хизанский уезд бетлистского Вилоета Его отца звали Мирза, а мать — Нурия С шести лет он проявлял тягу к знаниям, отличался врожденной смышленностью, феноменальной памятью и активностью До девяти лет он жил с родителями Он восхищался достоинствами и всесторонней развитостью своего старшего брата Мулы Абдуллаха, который тот приобрел благодаря знаниям и которые отличали его от неучившихся деревенских детей Это воодушевило его, и он в девять лет поступает в медресе села Так из Парицкой волости Однако основное образование он получил позже, в местности Догубаязид, где всего за три месяца полностью освоил учебную программу тогдашних медресе За этот срок ему удалось изучить более 80 фундаментальных трудов, входящих в образовательную систему медресе того времени После чего он получил Иджаза, диплом и разрешение на преподавательскую деятельность Позднее, в Битлисе, Саид Нурси участвует в традиционных на то время научных диспутах По итогам которых защищает полученный в 15 лет Иджаза и подтверждает свою ученую степень За что ученые того времени назвали его Бадюзаман Удивительный, необыкновенный человек своего времени Чудо эпохи Будучи наслышанным о славе молодого ученого, Хасам Паша, губернатор Вилаета Ван, приглашает Бадюзамана в Ван Бадюзаман жил там на протяжении 15 лет, занимаясь наставнической и просветительской деятельностью среди населения Общаясь с губернатором и чиновниками региона Ван, он пришел к убеждению, что в этом веке для ответов на сомнения, возражения и вызовы в отношении ислама Недостаточно калама, богословия, в его прежней форме и увидел необходимость изучения современных наук За короткий срок он осваивает такие науки, как история, география, математика, геология, физика, химия и астрономия Период своего нахождения в регионе Ван, Бадюзаман, рассмотрев имевшиеся на тот момент идеи, исследования, методики религиозного и научного преподавания А также приняв во внимание потребности того времени, разрабатывает собственную преподавательскую методику Состоящую в том, чтобы просвещать учеников посредством прямого доказательства религиозных истин Излагая их и объясняя новым методом, соответствующим пониманию наступившего века От ученых тех мест Бадюзамана Саида Нурси отличали некоторые особенности Во-первых, он ни от кого не принимал, ни денег в подарок, ни подношений, ни даже жалования Хотя на протяжении жизни не владел никаким имуществом, жил в бедности и одиночестве Подвергался бедам и несчастьям, много лет провел в ссылках и тюрьмах Во-вторых, он не задавал вопросов ни одному ученому Сам же он в течение 20 лет только отвечал на вопросы людей, объясняя это так Я не отрицаю знания ученых, поэтому считаю, что излишне задавать им вопросы Если же кто-либо сомневается в моих знаниях, то пусть спрашивает и отвечу В-третьих, своим ученикам, как и самому себе, он не позволял брать закят, милостыню и подарки Побуждая их усердствовать только ради довольства Всевышнего В-четвертых, он никогда не создавал семью, не привязывался ни к чему мирскому Бодиузаман говорил Все свое имущество я должен суметь унести в одной руке Когда его спрашивали о причине этого, он отвечал Настанет час, когда каждый будет завидовать моему положению К тому же имущество и богатство не приносят мне наслаждения Ведь я смотрю на этот мир, как на временную обитель Живя в городе Ван, Бодиузаман вместе с губернатором Тахиром Пашой Следили за последними известиями, публиковавшимися в некоторых газетах Особое внимание они обращали на события, связанные с исламом Таким образом, за время своего нахождения в городе Ван Саид Нурси в некоторой степени изучил состояние дел в мусульманском мире В один из дней Тахир Паша сообщил ему ужасную новость о том, что британский министр По делам колонии во время своего выступления в английском парламенте Держа в руках благородный Коран, произнес следующие слова Пока Коран находится в руках мусульман, мы не сможем властвовать над ними Поэтому необходимо приложить все усилия, чтобы отнять у них его Или же отдалить их от него Эта чудовищная весть произвела на Саиде Нурси огромное впечатление В душе Бади Узамана пробудилось сильное намерение доказать и показать всему миру Что Коран является негаснущим духовным солнцем И он начал притворять это в жизнь Саиде Нурси очень беспокоили бедствия и проблемы Востока Он был убежден, что выходом из этого кризиса является образование В связи с этим он начинает прилагать большие усилия по созданию университета, где преподавались бы как религиозные, так и светские дисциплины В своем труде под названием «Диспуты» он пишет «Светом совести являются религиозные знания, светом разума — научные дисциплины В их совокупности проявится истина На этих двух крыльях усердие ученика устремится ввысь С разделением же первое приведет к фанатизму, а второе — к заблуждениям и сомнениям Дабы донести эти мысли до властей и реализовать этот проект, в 1907 году он приезжает в Стамбул, где встречается с видными стамбульскими учеными На двери отеля, в котором он остановился, он вешает табличку с надписью «Здесь даются ответы на любые вопросы, но не задают вопросов» Таким образом, Бадюзаман хотел привлечь внимание правящей элиты научных кругов и жителей Стамбула к просветительской и научной деятельности Восточной Анатолии Он отвечает на все вопросы ученых группами приходящих к нему Его необыкновенное состояние и поведение, а также то, что он, несмотря на свой молодой возраст, отвечает на все без исключения вопросы Делая это крайне убедительно и красноречиво, изумляет ученых Стамбула и побуждает их к признанию того, что он по праву достоин звания Бадюзаман Примерно в это же время Стамбул посещает шейх Бахитофенди Один из ведущих ученых Египетского университета Алясхар Ученые Стамбула, оказавшись бессильными в диспуте с Бадюзаманом, прибывшим из Курдистана, края крутых гор и отвесных склонов Обратились к шейху Бахитофенди с просьбой одержать верх в диспуте с Саидом Нурси Шейх принял их предложение и стал искать удобный случай И вот, в один из дней, выйдя после намаза из мечети Ая-София, они зашли в Чайхану Воспользовавшись моментом, шейх Бахитофенди в присутствии ученых обратился к Бадюзаману Каково ваше мнение относительно Европы и Османского государства? Вопрос не ставил целью испытать очевидные обширные познания и молниеносную проницательность Бадюзамана Целью было понять степень дальновидности Саида Нурси и его способность к анализу мировой политики На этот вопрос Бадюзаман ответил следующим образом Европа беременна исламом и однажды родит его В свою очередь, Османское государство беременна Европой и когда-нибудь породит Европейское государство Услышав это, шейх Бахид произнес С этим молодым человеком не поспоришь Я придерживаюсь того же мнения, но только Бадюзаман смог выразить его так сжато и красноречиво Спустя некоторое время Турция переняла множество европейских законов и обычаев Превратившись в светское государство В свою очередь, в Европе возникли симпатии и интерес к Корану и исламу Все это подтвердило слова Саида Нурси Далее Бадюзаман подает заявление во дворец султана В котором излагает свою инициативу о создании университета на востоке Турции Однако условия того времени не позволяют ему достичь результата В 1910 году он покидает Стамбул и возвращается в город Ван Следуя Ван через Батуми, по пути он посещает Тифлис, где поднимается на холм имени шейха Санана В то время, когда он внимательно осматривал окрестности, к нему подошел русский полицейский и спросил «Что ты так внимательно рассматриваешь? Строю план своего медресе! А откуда ты?» «Из Битлиса», — ответил Бадюзаман «Но это же Тифлис!» «Битлис и Тифлис — братья!» «Как это понимать?» «В Азии, в исламском мире, друг за другом начинает проявляться три света У вас же, один за другим, начнут рассеиваться три мрака Этот занавес деспотии разорвется, и тогда я приду и построю здесь свое медресе «Увы, я удивляюсь твоей надежде», — сказал полицейский «А я удивляюсь твоему разуму! Можешь ли ты допустить, что эта зима будет продолжаться вечно? За каждой зимой приходит весна, а за каждой ночью — день» «Но исламский мир раздроблен!» — воскликнул полицейский Разошлись получать образование Так Индия, способный ребенок ислама, занимается в английской средней школе Египет, смышленный наследник ислама, обучается в английской школе публичного управления Кавказ и Туркестан, два отважных сына ислама, учатся в русской военной школе и так далее Итак, каждый из этих благородных потомков, получив свой диплом, возглавит один из регионов И, водрузив на горизонте совершенство знамя ислама, являющегося их великим и справедливым отцом В соответствии с извечным предопределением, наперекор судьбе, они огласят тайну извечной мудрости, заложенную в человеческом роде Зимой того же года он отправляется в Дамаск По настоянию ученых Дамаска он читает хутбу, проповедь, речь, примечание переводчика В известной мечети Амиядов, перед десятитысячной аудиторией, среди которой было около сотни ученых-богословов В своей речи он освещает проблемы исламского мира Текст этой хутбы был издан в Дамаске в 1911 году под названием Дамасская проповедь Дамасская проповедь представляет собой очень ценный, несущий радостную весть и основанный на разумных доказательствах Урок, обращенный ко всем мусульманам и даже ко всему человечеству Она сообщает, каковы болезни мусульманского мира и по каким причинам он подвергся упадку и порабощению Далее в хутбе показаны пути выхода из этой ситуации И разумными аргументами доказано, что ислам во всем мире продемонстрирует высочайший материальный и духовный прогресс И что исламская цивилизация проявит себя в полном величии В начале своей проповеди Саид Нурси говорит Я получил урок в Медресе общественной жизни человечества этого времени и Земли Из которого понял, что в отличие от скачка в будущее, совершенного европейцами в развитии Нас сдерживают, не давая в материальном отношении выйти из средневековья, шесть болезней Болезни эти таковы Первая – возникновение среди нас отчаяния и безнадежности Вторая – смерть правдивости в общественно-политической жизни Третья болезнь – любовь к вражде Четвертая – незнание светлых связей, объединяющих людей веры друг с другом Пятая – деспотизм, распространяющийся подобно всяким заразным болезням Шестая – ограничение усердия рамками личной выгоды Лекарства же от этих шести ужасных болезней я изложу в шести словах Которым научился в аптеке Корана на медицинском факультете нашего общества Шесть этих слов я считаю основами лечения В этом же году, в связи с поездкой султана Ришада в Румелию Бадюзаман Саид Нурси присоединился к его свите от имени Восточных Вилоетов Тогда должно было состояться открытие университета в Ускуб, Скопье, Балканы, примечание переводчика По причинам Балканской войны этот проект отложили Исаиду Нурси удалось убедить султана перенести его на восток Затем, в 1912 году, он возвращается из Стамбула в Ван В 1913 году, при участии губернатора региона Ван, он закладывает фундамент университета, названного им Медресету Зехра Но начинается Первая мировая война Исаид Нурси, вместе с группой своих учеников, добровольцем отправляется на фронт А создание университета, ради которого он так старался, было отложено На фронте Бадюзаман пишет тафсир, толкование благородного Корана под названием Ишаратуль-Иджаз Многие его ученики погибают, а сам он в 1916 году попадает в плен к русским И его отправляют в лагерь для военнопленных Здесь произошел следующий, достойный внимания, случай Однажды в лагерь приехал с проверкой главнокомандующий русской армии Во время проверки Бадюзаман не встал в приветствии перед ним Главнокомандующий рассердился и, подумав, что тот его, возможно, не узнал, еще раз прошел перед ним Когда же Бадюзаман вновь не сдвинулся с места, главнокомандующий через переводчика спросил «Должно быть, не узнали меня?» «Узнал вы, Николай Николаевич», — отметил Бадюзаман «В таком случае вы оскорбляете русскую армию, а значит, и русского царя» «Я не оскорбляю, я мусульманский ученый, верующий человек выше того, кто не знает Всевышнего Аллаха, поэтому перед тобой я не встану» За это Бадюзамана отдают под трибунал Несколько его товарищей офицеров попросили его извиниться, дабы предотвратить печальный исход На что Бадюзаман, не придав этому никакого значения, с полным достоинством и мужеством сказал «Смертный приговор, вынесенный ими, — это паспорт в вечный мир» В итоге выносится решение о казни Перед приведением приговора в действие Саид Нурси просит позволить ему совершить намаз Во время намаза главнокомандующий подошел, а затем, извиняясь, сказал «Я убедился в том, что этот ваш поступок объясняется вашей преданностью тому, что для вас свято Прошу простить меня» После этих слов он отменил приговор Бадюзаман провел в Костромском плену два с половиной года Всю свою жизнь посвятивший довольству Всевышнего и служению Он и здесь просвещает и наставляет окружающих, дает уроки пленным Однажды русский командир стал свидетелем того, как Бадюзаман давал урок девяти десяткам пленных И, сочтя этот урок политическим, запретил Однако узнав, что его уроки носят религиозный, духовный характер, отменил запрет Татарская община Костромы поручается за Бадюзамана и поселяет его в мечети на берегу Волги В результате, после более двух лет проведенных в плену, ему удалось бежать, воспользовавшись смутой, возникшей после революции 1917 года В итоге, в 1918 году, через Петербург, Варшаву, Берлин, Вену и Софию, он возвращается в Стамбул Ниже приведен отрывок из трудов Бадюзамана, описывающий его нахождение в плену Во время Первой мировой войны я находился на северо-востоке России, в отдаленной Костромской губернии Там, на берегу знаменитой реки Волги, стояла маленькая мечеть местных татар Я томился среди моих товарищей, пленных офицеров Мне хотелось одиночества, но мне не разрешалось выходить Татарская община поручилась за меня и поселила меня в той самой мечети, где я находился в одиночестве Приближалась весна, длинные ночи этих северных краев я проводил бодрствуя Грустные всплески волн, унылый шепот дождя и печальное веяние ветра Временно пробудили меня от глубокого сна беспечности Хотя я еще не считал себя старым, однако видевший мировую войну, по сути, старик В свои сороки я ощущал себя восьмидесятилетним, словно ко мне был обращен смысл аята Тот день, который заставит посидеть младенцев Коран, семьдесят третья сура, семнадцатый аят В те длинные темные ночи, пребывая в печали, на чужбине, меня постигло отчаяние При взгляде на свои слабость и одиночество я потерял надежду В этом состоянии на помощь мне подоспел мудрый Коран И язык мой произнес Достаточно нам Аллаха Он прекрасный и поверенный Коран, третья сура, сто семьдесят третий аят Сердце же, плача, сказала Покинут я, одинок и бессилен О спасении взываю, прощения прошу Помощи желаю от обители твоей, о мой Аллах Душа же моя, вспоминая старых друзей, оставшихся на родине Представив смерть на этой чужбине Произнесла, подобно неэзими сри Пройдя горести мира, крылья распростерши в небытие Взлетая, каждый миг зову я вдохновенно Друг Говоря так, желал я встречи с друзьями Что ж, в ту печальную, грустную, длинную, окрашенную разлукой ночь в чужом краю Мои слабость и бессилие стали настолько высокими заступниками Передобителю Господа, а также средством спасения Что я до сих пор удивляюсь Ведь спустя несколько дней, сам того не ожидая Я, в одиночку, не зная русского языка, совершил побег Пройдя путь, преодоление которого требует целого года С помощью Всевышнего, пришедший ко мне по причине моих слабостей и бессилия Я необыкновенным образом спасся Пройдя Варшаву и Австрию, я добрался до Стамбула Мое легкое спасение было весьма необычайным Легко и просто я завершил этот длинный путь бегства В чем не смогли преуспеть даже смелые и хитрые люди, владевшие русским языком Однако состояние, в котором я пребывал той ночью на берегах Волги Привело меня к решению провести остаток жизни в пещерах Довольно вмешательства в общественные дела людей, сказал я себе Поскольку в могиле я так или иначе буду один То для того, чтобы привыкнуть к одиночеству, я выбираю его уже сейчас Но, увы, многочисленные почтенные стамбульские друзья Блистательная мирская жизнь этого города А особенно такие бесполезные вещи, как чрезмерно оказываемые мне Почести и слава вынудили меня временно забыть о том решении Словно та черная ночь на чужбине была светлым, видящим зрачком в глазу моей жизни А белый, блистательный день Стамбула был в том глазу неким мутным незрячим белком Не сумевшим разглядеть грядущее и вновь уснувшим И лишь два года спустя шейх Абдулкадергейляни Аджеляни Своей книгой «Футухуль Гайб» вновь открыл мои глаза В Стамбуле Бадюзамана встречают и светило науки, и придворная элита Его назначают членом научного совета Даруль Хикмат Османской империи Этот отдел в то время представлял собой научный совет, Исламскую академию В которую входили такие именитые исламские ученые-богословы, как Мехмед Акиф, Измерли Исмаил Хакки, Эльмалы Хамди Духовный наследник Бадюзамана, его племянник Абдурахман, сообщает следующее В 1918 году по возвращении из плена моего дядю без его согласия назначили членом научного совета Даруль Хикмат Однако, поскольку плен сильно потрепал его, он еще какое-то время не мог приступить к исполнению своих обязанностей Много раз он пытался отказаться от должности, но друзья не позволяли ему сделать это Поэтому он все-таки приступил к работе Я внимательно следил за его состоянием, он совершенно не тратился на себя, за исключением самого необходимого И отвечая на вопросы тех, кто интересовался, почему он настолько экономен, Бадюзаман говорил Я хочу жить, как большинство людей, большинство же может позволить себе лишь это Я не хочу подражать расточительному меньшинству Оставляя себе от жалования лишь самую необходимую часть, остальное он отдавал мне со словами «сохрани» Я же, полагаясь на дядину любовь и на его пренебрежение к имуществу, без его ведома истратил годовую сумму После этого он сказал мне «Эти деньги были для нас запретными, они принадлежали народу, почему ты растратил их?» «В таком случае я увольняю тебя с должности казначея и назначаю себя» Минуло некоторое время, затем ему на сердце пришла мысль напечатать 12 трудов, касающихся истин Для этого он использовал деньги, отложенные со своего жалования Он бесплатно раздал все экземпляры, за исключением нескольких маленьких брошюр Я спросил, почему он не продал их, на что он ответил «Из жалования мне дозволена лишь жизненно необходимая часть, остальное — достояние народа» Я возвращаю это достояние народу таким образом Фрагменты из написанного Бадюзаманом о своей жизни в Стамбуле по возвращении из плена Десятая надежда 26-го сияния В Стамбуле по возвращении из плена беспечность на один-два года вновь одержала надо мною верх В один из дней, в то время, когда политическая атмосфера отвлекла мое внимание от самого себя и рассредоточила его Я сидел на стамбульском кладбище Аюб-Султан, на возвышенности, обращенной к Коврагу Я посмотрел на Стамбул, и мне показалось, будто мой личный мир умирает, а моя душа в каком-то отношении словно покидает тело Я сказал себе «Интересно, может быть, надгробные надписи этого кладбища так на меня повлияли?» И опустил свой взор Затем я обратил взор уже не вдаль, а на кладбище Моему сердцу было напомнено На этом кладбище лежит сто Стамбулов, потому что Стамбул сотню раз опустошался, наполняя это кладбище своими жителями Тебе не избежать повеления всемогущего и мудрого, переселившего сюда все население Стамбула Ты тоже уйдешь Покинув кладбище, погруженный в эти страшные мысли, я вошел, как входил уже много раз, в маленькую комнату при мечети Султан-Эюб Я подумал, что в трех отношениях являюсь гостем Так же, как я являюсь гостем в этой комнате, я гость и в Стамбуле, и в этом мире Гостя же должен заботить его путь Так же, как я покину эту комнату, в один из дней я покину Стамбул, а затем и этот мир И вот, в том состоянии, на мои сердце и голову обрушились очень грустные, мучительные, разлучающие печаль и скорбь Ведь я теряю ни одного двух приятелей Я расстаюсь с тысячами любимых стамбульских друзей и расстаюсь с самим Стамбулом, столь любимым мной Я разлучаюсь с сотнями тысяч моих друзей в этом мире и так же разлучаюсь с самим этим прекрасным миром, который столь мной любим и которым я настолько охвачен С этими мыслями я вернулся на ту кладбищенскую возвышенность Поскольку иногда для назидания я ходил в кино То, как это бывает в фильмах, где тени прошлого переносятся в будущее и умерших мы видим передвигающимися на своих ногах Прохожих я представил в образе своего рода ходячих мертвецов Моё воображение сказала мне Поскольку некоторых испокоящихся на этом кладбище можно увидеть живыми в кино То на тех, кто в будущем несомненно попадет сюда, смотри так, будто они уже на этом кладбище Они тоже мертвецы, которые еще ходят В тот момент свет мудрого Корана и наставления шейха Гейляни, Аль-Джиляни Обратили это грустное состояние в радостное и веселое положение В ответ на ту грусть, исходящая от Корана, свет напомнил о следующем Когда ты был на северо-востоке, на Чужбине, в Костроме У тебя было несколько друзей из числа пленных офицеров Ты знал, что они в любом случае вернутся в Стамбул И если бы тогда кто-либо спросил тебя, останешься ли ты здесь или поедешь в Стамбул То, разумеется, будь у тебя хоть частица разума, ты бы с воодушевлением и радостью согласился бы отправиться в Стамбул Ведь из тысячи твоих друзей 999 находятся в Стамбуле Несколько оставшихся здесь также отправятся туда Для тебя возвращение в Стамбул — это не грустная разлука, не печальное расставание И вот ты вернулся Разве ты не рад? Ты спасся от долгих темных ночей и очень холодных зимних бурь того вражеского государства Ты приехал в этот прекрасный Стамбул, подобный раю на земле И точно так же, начиная с периода твоего детства и до сего дня, 99 из 100 любимых тобой людей переселились на ужасающее тебя кладбище В этом мире осталось лишь несколько твоих друзей, но и они уйдут туда же Твоя смерть в этом мире — не разлука, а встреча, воссоединение с близкими Они, то есть те вечные души, оставив в земле свои ветхие гнезда, странствуют Одни среди звезд, другие на разных уровнях загробного мира Да, Коран и Вера доказали эту истину настолько твердо, что если не быть совсем бессердешным, бездушным И если сердце еще не задохнулось от заблуждений, то нужно верить в нее так, будто видишь воочию Ведь щедрый и милосердный Творец, украсивший этот мир бесчисленными видами благ и даров Щедро и сострадательно показывающий свою заботу, сохраняющий даже такие маловажные вещи, как семена Безусловно и несомненно, безжалостным образом, как это выглядит на внешний взгляд Не казнит, не уничтожит впустую человека, являющегося самым совершенным, самым содержательным, самым важным и любимым среди его творений Скорее, подобно семенам, посеянным земледельцам в землю, милосердный Создатель временно помещает свои любимые творения в землю, являющуюся своего рода вратами милости, дабы они проросли виной жизни Итак, после этого напоминания Корана, то кладбище стало для меня ближе, чем Стамбул А одиночество, уединение стали милее бесед и общества Неподалеку от Босфора, в Сарайоре, я нашел для себя уединенное место Абдулькадыр Гейляни Аль-Джеляни со своей книгой «Футухуль Гайб» стал моим устазом, целителем и наставником, а имам Раббани со своей книгой «Мактубат» неким другом и добрым учителем В то время я был очень доволен тем, что постарел, отдалился от наслаждений цивилизации и выпутался из сетей общественной жизни, возблагодарив за это Аллаха Одиннадцатая надежда, двадцать шестого сияния После моего возвращения из плена, мы с моим ныне покойным племянником Абдурахманом жили в Стамбуле, в особняке на холме Чамлыджа Для таких, как мы, такая жизнь в мирском отношении могла считаться самой счастливой жизнью Ведь мне удалось спастись из плена, я работал в Высшем научном совете Даруль Хикмат На высочайшем уровне пользовался успехом в распространении знаний в соответствии с моими научными принципами Мне оказывали чрезмерное уважение и почет, я жил в самом прекрасном районе Стамбула, Чамлыджа, и все у меня было прекрасно Кроме того, рядом со мной находился весьма смышленный и самоотверженный ученик, слуга, пицарь, которого я считал своим духовным сыном, мой покойный племянник Абдурахман И вот в это время, когда я считал себя самым счастливым человеком на свете, я взглянул на себя в зеркало и вдруг увидел седые волосы на голове и на бороде Тотчас же духовное пробуждение, произошедшее со мной в мечети в Костроме, вновь меня посетило Так я занялся исследованием состояний и причин, которым был привязан сердцем и который считал основами мирского счастья Какую бы из них я не изучал, я видел, что она гнила, лжива и недостойна связи В тот момент я увидел в своем товарище, которого считал самым преданным, некую неожиданную неверность Я ужаснулся мирской жизни Сердцу своему я сказал, неужели я так сильно обманулся Вижу, что на мое состояние, удручающее с точки зрения истины, многие люди глядят с завистью Неужели они сошли с ума? Или, может, я схожу с ума и поэтому этих влюбленных в мир людей вижу сумасшедшими? В результате этого мощного пробуждения, принесенного старостью, я в первую очередь увидел тленность тех бренных вещей, с которыми я был связан Также я взглянул на себя и увидел, что являюсь бесконечно бессильным Тогда моя душа, желающая вечности, но одержимая тленными вещами, возомнив их вечными, со всей силой сказала «Поскольку телом я тленна, какая мне польза от тленного? Раз уж я бессильна, то чего я могу ожидать от этих бессильных? Для того, чтобы избавиться от этой беды, мне нужен неизменно вечный, извечно всемогущий» После этих слов я приступил к исследованию Тогда я обратился прежде всего к давно приобретенным знаниям И начал искать некое утешение, некую надежду К сожалению, до той поры философские знания занимали мое мышление наряду со знаниями исламскими И эти философские знания я ошибочно считал основой совершенствования и просвещения Однако философские вопросы очень сильно запятнали мою душу И стали препятствием на пути моего духовного развития Вдруг, по милости и щедрости Всевышнего, на помощь мне пришла святая мудрость благородного Корана Как было изложено во многих трудах, она очистила, смыла грязь тех философских вопросов Например, духовный мрак, исходящий от философских наук, заставлял мою душу задыхаться в материальной вселенной В какую бы сторону я не посмотрел в поисках света, в тех вопросах я не мог его найти, продолжая задыхаться И только вера в единого Бога, уроком чего служит фраза мудрого Корана «Ля и ла хай ла ла» «Нет Бога кроме него», будто яркий свет полностью рассеяло тот мрак И я вздохнул с облегчением Однако навс и шайтан, опираясь на уроки, полученные от заблудших и философов, продолжали атаковать разум и сердце Диспуты с навсом, происходившие во время этих атак, слава Аллаху, завершились победой сердца Они частично записаны во многих рисале Удовлетворяясь ими, для того, чтобы показать лишь тысячную долю победы сердца Я изложу здесь только один аргумент из тысячи Дабы навести чистоту в душах некоторых пожилых людей В молодости запятнавших свои души, заразивших сердца и избаловавших себя вопросами Одни из которых несут заблуждение, а другие и вовсе являются бессмысленными При этом, будучи называемыми философией и цивилизованными науками И дабы спасти их веру в единого Бога от вреда навса и сатаны Итак, как доверенный философских наук, мой навс сказал В этом мире наблюдается вмешательство природы вещей в мир творений Всякая вещь находится в зависимости от той или иной причины Плоды от деревьев, растения от земли И к чему в таком случае ждать от Аллаха даже самой мелкой и незначительной вещи Просить у него Тогда свет Корана и смысл Единобожия раскрылись следующим образом Этому философствующему навсу сердце ответило Нечто малое и незначительное, как и нечто самое большое Исходит напрямую от могущества Создателя всей Вселенной И непосредственно из его сокровищницы Иначе и быть не может Причина же лишь некая завеса Ведь создания, считающиеся самыми малыми и незначительными Порой превышают с точки зрения искусности и сотворения Самые большие создания Искусности, заложенные в мухи, если и не больше, чем в курице, то и не меньше В таком случае, вне зависимости от размера, все они Либо будут розданы материальным причинам Либо будут приданы одному-единственному Создателю Первая вероятность является нелепой А вторая — необходимой, обязательной Ведь если придать их одному-единственному, извечному и всемогущему Создателю То, конечно же, наблюдаемые воочию необыкновенные легкости и простота В появлении творений будут обусловлены всеохватностью его знания И величием его могущества Поскольку его знания, твердо подтверждаемая гармонией и мудростью всех творений Охватывает все сущее Поскольку в его знании определен объем, размер каждой вещи Поскольку явно видно, что бесконечно искусные творения Непрерывно, с бесконечной легкостью приходят в бытие из небытия И поскольку всемогущий и всезнающий Создатель обладает безграничным могуществом Способным, подобно зажиганию спички, посредством повеления «Будь» Примечание Когда он желает чего-либо, то стоит ему сказать «Будь», как это сбывается Коран 36 сура 82 аят Конец примечания Создать любое, какое бы то ни было творение Что мы, используя бесчисленные мощные аргументы, доказали во многих рисале В особенности в 20 письме и в конце 23 сияния Если предположить, что на некую большую книгу, написанную специальными, невидимыми глазу чернилами Будет нанесен проявляющий те надписи состав Эта книга вдруг явит себя взором и даст возможность прочесть себя Подобно этому, во всеобъемлющем знании извечного и всемогущего Творца Для каждой вещи придается особо присущий ей образ и определяется мера Всемогущий своим повелением «Будь», своим безграничным могуществом И все пронизывающие воли весьма легко и просто наносит на суть этого знания Подобно тому составу, наносимому на надписи Свою мощь, являющуюся одним из проявлений его могущества Дает всякой вещи, внешнее, материальное существование Проявляет ее и дает прочесть узоры своей мудрости Если все сущее не придать извечно всемогущему и всеведающему Тогда тело такого малого творения, как муха Нужно будет в особо присущей ей мире Собирать из большинства составляющих элементов этого мира Что возможно, лишь если частицы, функционирующие в маленьком тельце этой мухи Будут знать суть ее естества и совершенство ее сотворенности во всех деталях Ведь природа, материальные причины, явно, а также по общему подтверждению Обладателей разума, не могут создавать из ничего В таком случае, если даже они и будут что-либо создавать То путем подбора и соединения элементов Поскольку им необходимо заниматься подбором и соединением То, учитывая, что любое живое существо включает в себя образцы Очень многих элементов и составляющих мира Являясь неким экстрактом, неким семенем Вселенной Элементы семени придется собирать со всего дерева А элементы живого существа со всей земной поверхности При этом просеивая через тончайшее сито и взвешивая на точнейших весах К тому же природные причины неразумны и безжизненны Не обладают каким-либо знанием для планирования, моделирования, программирования В соответствии с чем они могли бы сплавить, залить частицы элементов В некую нематериальную, неосязаемую форму Дабы они не рассыпались, не нарушили порядка Между тем, исходя из того, что образ, форма всякой вещи Может быть бесконечно разнообразна Становится очевидным, насколько неразумно, невероятно Невозможно, чтобы природные причины сохраняли Нерассеивая, упорядоченно, в виде массы Выстраивая друг на друге в определенных виде и форме Но без всяких мер и шаблонов Частицы элементов Подобно сели, текущие среди бесчисленных, бесчетных форм При этом придавая живому существу гармоничное тело Разумеется, тот, чье сердце не ослепло, поймет это Да, основываясь на этой истине Согласно смыслу великого аята Поистине, те, кого вы призываете помимо Аллаха Никогда не создадут и мухи, даже если объединятся для этого Коран, 22 сура, 73 аят Если объединятся все материальные причины И если они будут обладать волей Они не смогут в точности собрать тело одной единственной мухи Со всеми ее органами Если же и соберут, то не смогут сохранить частицы В соответствии с определенной формой этого тела Если даже сохранят, то не смогут заставить его непрерывно обновляемые частицы Постоянно входящие и функционирующие в нем Работать точно В таком случае очевидно, что причины не могут быть хозяевами этих творений Стало быть, некто иной является настоящим владельцем этих творений Да, настоящий владелец — это именно тот, для кого, как исходит из смысла аята Коран, 31 сура, 28 аят Сотворение всех живых существ на лике земли столь же легко, как оживление мухи А создание весны так же просто, как создание цветка Ведь он не нуждается в подборе и соединении элементов И поскольку он является обладателем повеления Кун фа я кун Будь, и каждой весной, помимо основной материи, бесчисленных весенних творений Из ничего создает их бесчетные качества, состояния и облики Поскольку в его знании определены планы, модели, списки и программы всякой вещи И поскольку ни одна частица не способна выйти за пределы его знания и могущества То каждую вещь он создает с бесконечной легкостью, подобной зажиганию спички Ни одна вещь не сбивается со своего пути даже на длину частицы Подобно тому, как планета является его послушным войском Частицы являются его дисциплинированной армией Поскольку частицы движутся, опираясь на его извечное могущество И функционируют согласно правилам его извечного знания То творения, исходя из этого, создаются его могуществом Таким образом, суть некоторых больших творений, внешне кажущаяся незначительной, не уменьшится Обладая связью с могуществом, муха убивает немрода Муравей разрушает дворец фараона подобное пылинке сосновое семечко несет на своих плечах груз огромного соснового дерева. Как уже неоднократно было доказано во многих Ресале, подобно тому, как солдат, посредством военной присяги, связанный с правителем, совершает дела в сотни тысяч раз превышающие его собственные возможности, к примеру, берет в плен какого-либо шаха, так и всякая вещь, будучи связанной с извечным могуществом, удостаивается чудесного искусства в сотни тысяч раз превышающего силы и способности природных причин. Вывод. Бесконечная искусность и легкость в существовании всякой вещи показывают, что все сотворенное — произведение извечного и всемогущего Творца, обладающего всеобъемлющим знанием. В противном случае возникнет сто тысяч нелепостей, в результате которых вещь не просто не обретет существование, но и в принципе перейдет из сферы вероятностного в сферу невероятного, невозможного. Таким образом, ни одна вещь не обретет существование, и даже более того, появление, возникновение, чего бы то ни было, станет и вовсе нелепым. И так, в результате этих весьма тонких, очень мощных, очень глубоких и явных доказательств, мой навс, являющийся временным учеником сатаны и доверенным заблудших и философов, умолк и, слава Аллаху, всецело уверовал, «Я нуждаюсь в таком Создателе, в таком Господе, который знает даже самые незначительные помыслы моего сердца и мои самые тихие мольбы, который удовлетворяет самые сокровенные нужды моей души, который для того, чтобы одарить меня вечным счастьем, способен сменить этот огромный мир на мир вечный, убрать этот мир, установив вместо него мир иной, который обладает могуществом, способным создать как муху, так и небеса, способным как установить на лики небес солнце, будто некий глаз, так и поместить атом в зрачке моего глаза. Ибо тот, кто не в силах создать мухи, не может и вмешаться в сокровенные помыслы моего сердца, не может услышать мольбы моей души. Тот, кто не создал небес, не может одарить меня вечным счастьем». В таком случае мой Господь — это тот, кто исправляет помыслы моего сердца и тот, кто, подобно тому, как в течение часа, заполнив небо облаками, очищает его, сменит этот мир на мир вечный и, создав рай, откроет мне его врата и пригласит войти. Итак, о мои состарившиеся братья, в результате злосчастности потратившие, как и мой навс, часть своей жизни на лишенные света философские и иностранные науки. Поймите же, насколько сильным, истинным, непоколебимым, неуязвимым и неизменным является столб веры, источником которого служит постоянно повторяемое языком Корана священное повеление «Ля и ля хай ля ла» — «Нет Бога, кроме Него». Насколько мощно Он рассеивает духовный мрак и исцеляет духовные раны. В 1920 году Стамбул оккупирует. В это же время Бадюзаман издает свой труд «Шесть шагов» — «Хутуват и Ситте», разоблачающий колониальную политику Запада в отношении исламского мира и османов. Своей антиоккупационной деятельностью он поддержал народно-освободительное движение. Активность Бадюзамана в Стамбуле заинтересовало новое правительство в Анкаре. Его от имени парламента настойчиво зовут Ванкару. Он принимает приглашение и в 1922-м приезжает. Его торжественно встречают в парламенте. Будучи в Анкаре, Бадюзаман издает труд, в котором изобличает материализм, атеизм, доказывая существование Всевышнего и его единства. Правительство предлагает ему место депутата, членство в управлении по делам религии и должность всеобщего проповедника восточных вилаетов Турции. Однако Бадюзаман увидел проявление передаваемых в хадисах сообщений о том, что в конце времен в исламском мире и во всем человечестве появятся ужасные личности и, сочтя невозможным сотрудничество, отказался от предлагаемых ему функций, в мае 1923 года покинув Анкару и отправившись на восток, в город Ван. Там, желая поклонения в одиночестве, он уединяется в пещере на горе Эрек. С этого момента начинается новый период его жизни. Саид Нурси, названный им самим эпохой нового Саида. Тогда, когда Саид Нурси жил в пещере в окрестностях города Ван, на востоке Турции вспыхнули восстания. Один из зачинщиков мятежа пишет ему послание, в котором, упоминая о большом влиянии Саида Нурси, просит о поддержке. На это Бадюзаман отвечает. «Турецкий народ на протяжении многих веков служил исламу и взрастил многих праведников. На их внуков нельзя поднимать меч. Поэтому откажитесь от своих замыслов. Народ нужно наставлять и просвещать». Несмотря на это, под предлогом восстания, начавшегося в 1925 году, власти ссылают Бадюзамана на запад Турции, в район Бурдур, а затем в горное село Барла. Новый Саид Жизнь Устаза Бадюзамана Саида Нурси с точки зрения его служения делится на два основных периода. Первый период. Получение Саидом Нурси образования с самых ранних лет, его жизнь в городе Ван, следующее за этим пребывание в Стамбуле, его общественно-политическая активность, многочисленные поездки, участие в Первой мировой войне и последовавшее за этим нахождение в русском плену, его деятельность в Высшем научном совете Дар-Уль-Хикмат, Османского государства, участие в Народно-освободительном движении в Стамбуле, его визит в Первое Великое национальное собрание и связанные с этим события, отъезд в область Ван и уединения. Все эти этапы образует первый период жизни Саида Нурси, который, с точки зрения его служения вере и Корану, можно считать неким предисловием к Второму периоду и подготовкой к нему. Второй период, самим Бадюзаманом, названный эпохой Нового Саида, берет свое начало с момента ссылки Бадюзамана на запад Турции, в село Барла. Это время появления и распространения трудов Рисалинур, время служения вере, время начатой Бадюзаманом духовной борьбы за веру посредством Рисалинур с величайшей искренностью, самоотверженностью, преданностью, стойкостью и вниманием. Важно отметить, что этот период жизни Саида Нурси пришелся на эпоху, когда по окончании Первой мировой войны был уничтожен Османский халифат, когда коммунистическая идеология, объявлявшая одной из своих основных идей борьбу с небесными религиями и тем самым разрушавшая человеческую цивилизацию, распространялась на большей части планеты, погружая мир в состояние ужаса и хаоса, представляла угрозу для духовной жизни человечества, в том числе и для турецкого общества. Жизнь в Барле и появление Рисалинур Бадюзаман был сослан в Барлу в 1925-1926 годах. Там он пробыл 8 лет. Именно в Барле он начинает писать труды Рисалинур, в которых аргументированно разъясняет основы веры и её истины с учётом вызовов современности. Эти книги, ввиду своей особой актуальности, удостаиваются большого внимания народа, ощущавшего, что его вера находится в опасности, и распространяются из рук в руки по всей территории Турции. У его трудов появились ученики, которые переписывали их и размножали вручную. Этим книгам суждено было противостоять таким идеологиям, как атеизм и коммунизм, насаждаемым турецкому народу, который веками служил исламу, а также способствовать спасению веры и духовности многих людей как в Турции, так и за её пределами. В это время начинается эпоха диктатуры, длившаяся в течение 25 лет. Закулисные силы начали приводить в действие свой план, согласно которому спустя 30 лет новое поколение должно было уничтожить Коран собственными руками. Для искоренения ислама были произведены невиданные в истории разрушения и преступления. Прикладывались неимоверные усилия для отдаления турецкого народа веками, ещё со времён аббасидов, служившего исламу от собственной религии, для разрыва его связи со своей верой, для разрушения мирского и вечного счастья миллионов людей. Вместо заложенных в исламе основ высокого материального и духовного прогресса и цивилизации насаждались тёмные принципы атеистической философии, а также внедрялись порочные мысли и идеи безнравственной литературы. Религиозных людей в тот ужасный период правившего без Божия всячески старались опорочить, унизить. Более того, существовали даже замыслы уничтожить Коран и, как в России, полностью искоренить религиозное мировоззрение. Однако, поскольку в среде мусульманского народа это могло бы привести к результатам, противоположным ожидаемым, от этой идеи отказались и решили воспитывать молодёжь в соответствии с новой методикой образования, дабы, таким образом, она добровольно отказалась от Корана и оборвала связь с исламом. Изучая жизнь Бадюзамана Саида Нурси, необходимо учитывать, что его самоотверженное служение с сохранением и укреплением веры посредством Рисали Нур пришлось именно на те годы, когда начался невиданный в мире до тех пор период ужасного безбожия. Ведь под давлением настолько тяжёлых, невиданных в истории обстоятельств, даже служение величиной с частицу способно обрести ценность величиной с гору, и даже малое дело может перенести большие плоды и удостоиться великой значимости. Итак, Рисали Нур является плодом и результатом именно такого страшного, но важного времени. Автор этих трудов, Бадюзаман Саид Нурси, был великим героем на поле духовной борьбы за веру во времена ужасных нападок, направленных на разрушение веры и религии, длившихся на протяжении 25 лет. В своей борьбе с противниками веры и Корана Рисали Нур избрал путь не принуждения и раздора, а доказательств и убеждения. В те страшные времена разгула безбожия и заблуждения Саид Нурси непрестанно находился в условиях слежки и надзора, в суровых, тяжёлых обстоятельствах. Бадюзаман, будучи по сути связанным по рукам и ногам, с помощью 130 трудов Рисали Нур, написанных и распространённых им в условиях ссылок, в изоляции, словно красноречивый оратор, произносит речь в мечети Анатолии и всего исламского мира, делясь с мусульманами уроком, полученным им от Корана. Бадюзаман, будто бы поднявшись на вершину минорета 14 века от хиджры пророка Мухаммада, мир ему и благо, и 20 века от Рождества Христова, громко обращается к своим современникам, к мусульманам и ко всему человечеству, и, как некий великий наставник, как великий путеводитель, обращается к выстроившимся в ряды будущим поколениям, следующим за нынешним столетием. Невзирая на все испытания в ссылке, Саид Нурси, святослужа ради обретения всем человечеством счастья и благополучия в обоих мирах, был самым счастливым человеком своего времени. Написание и распространение Рисаленур Полное собрание трудов Рисаленур, состоящее из 130 частей, было написано Устазом Бадюзаманом за 23 года в невиданно сложных, тяжелых условиях. Рисаленур записывался и распространялся весьма необычным, удивительным образом. Не обладая красивым почерком и не владея навыком быстрого письма, Устаз Бадюзаман диктовал ученикам, а те записывали, затем передавая написанное из рук в руки для последующего переписывания и распространения. Вслед за этим переписанные копии передавали для проверки Бадюзаману. Издание религиозной литературы было невозможно в условиях того времени. Жители окрестных сел и деревень с большим желанием и интересом переписывали их для себя. Саид Нурси писал Тафсир, толкование Корана, а Рисаленур, обращаясь лишь к Корану. С помощью Всевышнего ему удалось воплотить идеал, изложенный Мехмедом Акифом в двустишие, вдохновившись напрямую из Корана, в соответствии с пониманием века, раскроем суть ислама. К тому моменту использование арабского алфавита в Турции было официально запрещено, и старые типографии были закрыты, ввиду чего было особенно важно, чтобы Рисаленур сохранил кораническую письменность. Саид Нурси был человеком простым, небогатым. Переписывавшие и распространявшие Рисаленур в основном также едва сводили концы с концами. Помимо этого, они сталкивались и с другими трудностями. Их приводили в полицейские участки, пытали, бросали в тюрьмы. На самого же Бадюзамана оказывалось давление со стороны властей, против него велась пропаганда, вокруг него нагнетали страх. Людей запугивали настолько, что они не решались открыто обращаться к Устазу за получением уроков веры. Было даже такое время, когда людей вели на виселицы только за их религиозность и за преданность правде. В атмосфере тирании, деспотизма, религиозные граждане были лишены свободы слова и права на самовыражение. Не издавалось ни одной настоящей книги, касающейся истин веры. И никто не обучал народ этим истинам. Таким образом, прилагались все усилия для того, чтобы лишить ислам живой жизни. Запрещалось преподавание сути и основ исламской религии. Вопреки всем этим трудностям, вера учеников, Рисаленур, посредством уроков осознанной веры, шаг за шагом возрастала и крепчала. Ученики Рисаленур вместе с Бадюзаманом, укрепив свою веру, стали для людей духовной точкой опоры и добрым примером, и, героически оказав идейное сопротивление безбожию, послужили причиной духовного пробуждения народа. Таким образом, с помощью Рисаленур они устранили страхи и сомнения в человеческих сердцах, придали народу и Отечеству смелости, подарили надежду и радость, спасли мусульман от отчаяния. Ответом на вопрос, в чем же причина таких усердия и самоотверженности, стойкости и преданности учеников Рисаленур, служат излагаемые в Рисаленур неопровержимые истины, величайшая искренность Бадюзамана и отсутствие какой-либо иной цели, кроме довольства Всевышнего. Итак, Бадюзаман Саиднур-Си пробыл в Барле около восьми лет. Большую часть времени он проводил в горах, полях и садах. Уходя в горы или сады, расположенные в двух-трех часах пути, он пишет Рисаленур, а также занимается проверкой отправленных ему из Испарты и ее окрестностей переписанных экземпляров. Даже сталкиваясь с многочисленными трудностями и препятствиями, Бадюзаман говорил и верил в то, что настанет день, когда эти книги распространятся по всей Турции, дойдут до центров исламского мира и заинтересуют общественно-политических деятелей, разобьют идеологию безбожия, насаждавшуюся народу, веками служившему исламу, станут в этой стране препятствием для течения неверия, заблуждения и распутства, а также основой спасения и счастья будущих поколений. В контексте обсуждаемого приведем некоторые фрагменты из Рисаля Нур, относящиеся к жизни в Барле. «Как ты поживаешь? Как твое состояние?» Ответ «Бесконечно благодарю всемилостивого и милосердного Господа за то, что разные виды притеснений со стороны мирских людей Он обратил в разные виды милости. Когда я, отрекшись от политики и отойдя от мирского, пребывая в одной из пещер, погрузился в мысли о вечной жизни, мирские люди отправили меня в ссылку. Однако, мудрый и милосердный Создатель обратил для меня эту ссылку в милость, превратив то мое ненадежное с точки зрения искренности уединение в той пещере в надежное и искреннее уединение в горах Барлы. Находясь в плену в России, я вознамерился провести остаток жизни в какой-нибудь пещере и молил об этом. По воле всемилостивого и милосердного такой пещерой стала для меня Барла. При этом он избавил меня от трудностей, связанных с пребыванием в пещере. Мой милосердный Господь «Мой мудрый Создатель превратил притеснение в милость для меня». Хвала Аллаху в любом состоянии. Всякое дело, выпавшее на долю человека, происходит по двум причинам внешней и истинной. Мирские люди стали внешней причиной, приведшей меня сюда, а Божественное предопределение стало истинной причиной, обрехшей меня на это уединение. Внешняя причина обошлась со мной не по праву, истинная же свершила справедливость. Внешняя причина, думая, этот человек слишком рьяно служит религии и знанию и может помешать нашим мерзким делам, сослала меня, тем самым в трех отношениях, совершив несправедливость. Божественное же предопределение увидело, что я не могу служить религии и знанию поистине, со всей искренностью и приговорила меня к этой ссылке, обратив их несправедливость в многостороннюю милость. И поскольку судьей здесь является предопределение и оно справедливо, то обращаюсь я к нему. Почему ты настолько безразличен к мирской политике и в независимости от происходящих в мире событий не меняешь свою позицию? Может тебе нравится происходящее или же ты молчишь из опасений? Ответ служение мудрому Корану строго запрещает мне приближаться к миру политики. Оно не дает мне даже думать об этом. Не будь оно так, сама моя жизнь свидетельствует о том, что страх не мог и не может удержать меня от следования принципам, которые я считаю истинными. Да и чего мне бояться? С этим миром меня ничто не связывает, кроме смерти. У меня нет семьи и детей, о которых бы я думал. Нет имущества, за которое бы я беспокоился. Нет династического почета, за который нужно было бы переживать. Я выражаю благодарность не тем, кто помогает мне сберечь мирской почет, состоящий из лицемерной славы, но тем, кто помогает разрушить его. Остается лишь моя смерть, а она в руках всемогущего Создателя. Кто может ее ускорить, когда время еще не пришло? Ведь мы из тех, кто предпочитает смерть в достоинстве, нежели жизнь в унижении. Один человек, подобный прежнему Саиду, сказал «Мы люди, для которых среднего не существует. Мы находимся либо во главе мира, либо в могиле. Именно служение Корану запрещает мне думать об общественно-политической жизни человечества. Жизнь человечества — это своего рода путешествие благодаря свету Корана я увидел, что в это время его путь зашел в некое болото. То падая, то поднимаясь, караван человечества бредет среди грязной зловонной жижи. Одна его часть следует по безопасной дороге, другая часть нашла некоторые средства, в какой-то мере помогающие спастись от грязи и трясины. Большинство же бредет в темноте через эту грязную зловонную топь. 20% из них по причине опьянения посчитали эту жижу благовонием и мажут ею свои лица. Падают, встают, пока не захлебнутся. 80% понимают, что это болото, ощущают его грязь и вонь, однако они растеряны, не могут увидеть безопасной дороги. Итак, в этой ситуации есть два выхода. Первый взять дубину и привести тех 20% пьяных в чувство. Второй показав свет, указать тем растерянным благополучный путь. Я вижу, что 80 из 100 желающих вывести человечество держат в руке дубину против тех 20. Однако тем 80% несчастных и растерянных бедняк свет никто по-настоящему не показывает. Если и показывает, то поскольку в одной руке у них свет, а в другой дубина, доверие это не вызывает. Несчастный человек думает, может он подманивает меня светом, чтобы ударить дубиной, и опасается. Порой же бывает, что когда дубина сломается, исчезает или тухнет и свет. Так вот, это болото, распутная общественная жизнь человечества, полная беспечности и заблуждения, эти опьяненные, наслаждающиеся заблуждением упрямцы. Растерянные люди, это люди, которым отвратительно заблуждение, но которые не могут из него выйти, которые желают спастись, но не могут найти путь. Растерянные люди Дубины это политические течения, свет это истины Корана. Со светом никто драться не станет, с ним не враждуют, кроме проклятого шайтана никто не станет питать к нему отвращение. Поэтому и я, для того, чтобы держать в руках свет Корана, сказав прибегаю к Аллаху от дьявола и политики, бросив эту дубину политики, двумя руками ухватился за свет. Я увидел, что в политических течениях и среди сторонников, и среди противников есть влюбленные в этот свет. Ни одна сторона, ни одна группа не должна опасаться света и урока Корана, даваемых со степени, которая намного выше всяких политических течений и пристрастий, которая причисто и далека от всех их корыстных суждений и не должна обвинять их в чем-либо, если только это не дьяволы в человеческом образе и не хищники в людском обличье, которые становятся на сторону безбожия и ереси, считая это политикой. Слава Аллаху, благодаря отдалению от политики я избежал обвинений в политической пропаганде и не опустил истины Корана, подобные алмазам до степени стекляшек. Напротив, с течением времени в глазах всех слоев народа ценность этих алмазов блестящим образом возрастает. Хвала Аллаху, который перевел нас к этому. Мы не последовали бы прямым путем, если бы Аллах не наставил нас и посланники Господа нашего принесли истину. Коран, 7-я сура, 43-й аят. Из 13-го письма сборника «Письма». Письмо, написанное Бадзюзаманом врачу, испытывающему большую тягу к Рисале Нур и пробудившемуся благодаря его изучению. Здравствуй, мой искренний и дорогой друг, счастливый врач, сумевший определить свою болезнь. Твое духовное пробуждение, которое проявляется в твоем воодушевленном письме достойно похвалы. Знай, что самым ценным среди всего существующего является жизнь и самой важной среди обязанностей является служение жизни и самое драгоценное служение жизни это труд для того, чтобы приходящую жизнь превратить в вечную. Вся ценность и значимость этой жизни заключается в том, что она является семенем, основой и началом вечной жизни. В противном случае, если придавать значение лишь этой бренной мирской жизни, отравляя и портя вечную жизнь, это будет таким же безумием, как предпочесть секундную молнию вечному солнцу. С точки зрения истины, самыми больными людьми являются врачи, завязшие в материализме и беспечности. Если им удается извлечь лекарства веры имана, подобные противоядию и священной аптеке Корана, то они исцелят свои болезни и залечат раны человечества. Если на то будет воля Всевышнего, то подобно тому, как твое пробуждение будет лекарством для твоих собственных ран, тебя самого оно сделает лекарством от болезней других врачей. Тебе известно, что для отчаявшегося и потерявшего надежду больного духовное утешение иногда полезнее тысячи лекарств. Однако врач, погрязший в трясине материализма, лишь усилит безнадежность того несчастного больного. По воле Всевышнего, твое пробуждение сделает тебя утешением и светлым лекарем для таких несчастных людей. Ты знаешь, что жизнь коротка, а важных дел очень много. Если ты, подобно мне, проверишь свои знания, то найдешь среди них множество безжизненных, словно кучи дров, ненужных, бесполезных вещей. Проверив, нашел много ненужного. Значит, необходимо отыскать способ сделать те научные сведения и философские познания полезными, светлыми и живыми. И ты тоже просил Всевышнего пробуждения, которое обратило бы твои мысли к нему, к мудрому всемогущему Творцу, и, воспламенив, осветило бы те кучи дров, чтобы бесполезные научные знания стали ценным знанием о Всевышнем. Мой умный друг, я всем сердцем желал, чтобы среди людей науки появились люди, которые, подобно Холусибею, искренне ощутили бы свою потребность в свете веры и мудрости Корана. И поскольку слова примечания переводчика книги Рисаленур конец примечания обращаются к твоей совести, то воспринимай каждое слово как письмо, адресованное тебе не от моего имени, а от имени Глашатая Корана и как рецепт из священной аптеки Корана. Благодаря им открой для себя круг непосредственной беседы. При желании напиши мне письмо, но не обижайся, если я не отвечу, так как с давних пор я редко пишу письма. Даже на письма родного брата я за целых три года написал всего один ответ. Саид Нурси. Суд Вески-Шахири и ссылка в Кастамону. Недруги религии, видевшие распространение Рис-Аленур и пробуждение веры, желали смертной казни для Бадюзамана и наверенно ввели власти в заблуждение, спровоцировав возбуждение уголовного дела. Таким образом, в 1935 году дело против устаза было заведено и он вместе со 120 своими учениками предстал перед уголовным судом Эски-Шахира. Несмотря на то, что в руках следственных органов находились все книги и письма, изъятые во время обыска, не было установлено никаких доказательств виновности. Тем не менее, вопреки отсутствию доказательств, по произволу суда Саида Нурси приговорили к 11 месяцам тюремного заключения, а 15 его учеников к 6 месяцам. Остальные 105 учеников были оправданы. Между тем, если бы вменяемое в вину было доказано, Саида Нурси был бы приговорен к смертной казни, а его товарищи как минимум к длительному сроку заключения. По этой причине Бадилзаман возразил против приговора, заявив, что такого наказания заслуживает только какой-нибудь мелкий воришка или конократ, и потребовав для себя либо полного оправдания, либо смертной казни, либо 101 год тюремного заключения. Оказавшись в тюрьме Эскишахира в условиях полной изоляции, Саид Нурси и его ученики подверглись жестоким пыткам. Тем не менее, это не сломило Бадилзамана, и в тюрьме он написал «Тридцатое сияние», а также «Первый луч» и «Второй луч» из книги «Лучи». Посредством устаза Ирис-Аленур многие заключенные вставали на путь исправления, становились благочестивыми религиозными людьми. Недоброжелатели, целенаправленно нагнетая обстановку в Испарте и ее окрестностях, распространяли слухи о том, что Бадилзаман и его ученики якобы будут казнены. В свою очередь, глава правительства, опасаясь возможного мятежа, после ареста Бадилзамана посещает восточные вилаеты. Однако Бадилзаман на протяжении всей своей жизни придерживался правила позитивной деятельности. Он говорил, ошибки нескольких человек не могут служить оправданием причинению страданий сотням людей. Поэтому за время настолько жестоких гонений не произошло ни одного инцидента. Бадилзаман Саид-Нур-Си постоянно учил своих учеников терпению, выдержке и усердию только ради веры. И каждый понимал, что обвинение было направлено на Бадилзамана намеренно для того, чтобы он не мешал распространению безбожия. По освобождении из тюрьмы Эски-Шахира Бадилзамана сослали в город Кастамону. После вынужденного пребывания в течение длительного периода в полицейском участке его поселяют в доме напротив полиции под непрерывное наблюдение, где он проведет последующие восемь лет. Но и здесь он продолжает распространять свет Корана. Под его наставничеством, особенно в Венебулу, вырастает множество самоотверженных деятельных учеников. Так же, как ученики из Испарты, они переписывают и распространяют риса Ленур. Таким образом, эти труды обретают большую популярность и в Черноморском регионе страны. Шестая тема из плодов веры. Эта тема является кратким указанием на одно из тысяч разносторонних доказательств такого столпа ислама, как вера в Аллаха, разъяснение и твердые многочисленные доводы которого имеются во многих местах Ресаленур. В городе Кастамону ко мне пришла группа учащихся лицея со словами «Помоги нам познать нашего Создателя, наши учителя не рассказывают нам об Аллахе». На эти слова я ответил им «Каждая изучаемая вами наука своим особым языком неустанно рассказывает об Аллахе, знакомит с Творцом, дает познать его. Слушайте не учителей, а эти науки». К примеру, прекрасная аптека, где в каждой колбе имеются живительные мази и лекарства, элементы которых взяты в удивительных и точнейших пропорциях, несомненно свидетельствует об очень искусном и мудром аптекаре. В аптеке же земли содержится более четырех сотен тысяч видов растений и животных, каждая из которых подобна аптечной колбе с живительной мазью и лекарствам, и настолько, насколько эта аптека совершеннее и грандиознее той аптечной лавки, настолько более явно, с точки зрения медицинской науки, она показывает даже слепым своего великого аптекаря, мудрого, могущественного творца. И, например, некая удивительная фабрика, ткущая тысячи разнообразных тканей из обычного материала, без всякого сомнения сообщает о своем управляющем, умелом инженере. Подобно этому, находящийся в движении механизм, созданный всевышним и называемый земным шаром, имеет сотни тысяч частей, в каждой из которых находятся сотни тысяч совершенных фабрик. И насколько этот механизм грандиознее и совершеннее той фабрики, построенной человеком, настолько он более грандиозно и совершенно с точки зрения такой науки, как механика, говорит о мастере и хозяине земного шара. И, например, некое превосходное хранилище, некий продовольственный склад и магазин, в котором из разных мест собраны и аккуратно складированы разнообразные продукты питания, несомненно, говорит о необыкновенном владельце и необыкновенном работнике. Продовольственный же склад милостивого творца, этот божественный магазин, именуемый земным шаром, подобно кораблю, на борту которого находятся разнообразные товары, продукты и консервы, а также сотни тысяч живых существ, нуждающихся в пище, за год организованно совершает путешествия по 24-тысячелетней орбите и, проходя времена года, наполняет весну как некий огромный контейнер тысячами разнообразных продуктов, доставляя их живым созданием, у которых зимой иссякли продовольственные запасы. И насколько этот склад земли грандиознее и совершеннее того первого склада, настолько же бесспорно и очевидно, с точки зрения науки о питании, которые вы изучаете или будете изучать, он сообщает нам о хозяине, правителе, распорядителе земного хранилища, а также дает полюбить его. Итак, каждая из сотен наук, подобно упомянутым наукам, в широком аспекте своим особым зеркалом, используя свой дальновидный и получительный взгляд, сообщает о всемогущем Творце этой Вселенной и о его именах, а также дает познать его совершенные качества. И для того, чтобы научить вышеупомянутому доказательству, являющемуся грандиозным и блестящим свидетельством бытия и единственности Творца, превосходно излагающий Коран, сообщает нам о Творце в большей степени такими аятами, как Господь небес и земли Он сотворил небеса и землю. Таким был мой ответ тем учащимся. Они же полностью согласились, подтвердили это и сказали «Мы безмерно благодарим нашего Господа за то, что получили совершенный святой урок, являющийся самой истиной. Да благословит тебя Аллах!» Суд в Денизли В Кастамону Бадюхзаман написал грандиозную книгу «Великое знамение», в которой языками присущими существам вселенной доказывается бытие и единственность Всевышнего. Об этой книге Устаз сказал, что она является мощной истиной Корана и великой стеной против нынешних страшных духовных разрушений. Однако по причине того, что в первый раз этот труд был издан тайно, Устаза и его учеников арестовывают и в 43-м году отправляют из Кастамону в город Денизли, в уголовном суде которого впоследствии рассматривалось дело. Тем временем в Анкаре формируется комиссия из профессоров и крупных учебных, которой поручено скрупулезно проверить все книги Рисалинур, а также письма Бадюзамана и его учеников. По итогам анализа комиссия заключает следующее. Саид Нурси не преследует политических целей, он и его ученики не являются организацией или тарикатом, а его труды носят научный характер и касаются веры, представляя собой по сути толкования Корана. И поскольку обвинения в адрес устаза не были аргументированы и доказаны, стал очевиден их заказной сфабрикованный характер. В итоге Бадюзаман произносит длинную содержательную защитительную речь. В конце концов в 1944 году суд единогласно выносит оправдательный приговор. Все изъятые книги были возвращены. Вслед за этим оправдательный приговор был полностью подтвержден решением первого касационного уголовного суда, после чего вступил в силу. Некоторые фрагменты защитительных речей Саида Нурси. Да, мы общество, и каждый век в этом обществе состоит порядка 350 миллионов человек. Его члены посредством пятикратного намаза ежедневно совершенным почтением демонстрирует свою связь с принципами этого священного общества и свое служение ему. Согласно священному правилу «Воистину верующие братья» Коран 49 сура 10 аят Они молитвами и духовными обретениями спешат друг другу на помощь. Так вот, мы являемся членами этого священного величественного общества и наша особая обязанность состоит в том, чтобы достоверным образом доносить до верующих людей истины веры, содержащиеся в Коране, тем самым спасая их и себя от вечной казни и от загробного одиночного заключения. В связях же с мирскими, политическими и интриганскими обществами и комитетами, с какой бы то ни было вымышленной бессмысленной организацией, в чем нас обвиняют, мы не состоим и до этого не опустимся. Меня спросили, «Каковы твои взгляды на республиканский строй?» Я ответил, «Когда вы все, за исключением председателя суда, еще не появились на свет, я уже был религиозным республиканцем, подтверждением, чему служит моя биография, находящаяся у вас в руках, вкратце суть такова. В те времена я находился в тюрбе, пребывая, как и сейчас, в уединении. Мне приносили суп, содержимое которого я отдавал муравьям, а сам съедал хлеб и выпивал бульон. Слышавшие об этом, спрашивали меня, что это значит, на что я говорил, муравьи и пчелы являются республиканцами, из уважения к их любви к республике я угощаю крошками муравьев. Тогда мне сказали, ты противоречишь благочестивым предшественникам, саляф и салихин. Я же ответил, каждый из праведных халифов был и халифом, и президентом. Абу-Бакр, ас-садык, да будет доволен им Аллах, конечно, был для десяти обрадованных и для всех остальных сахабов своего рода президентом. Однако, это были не просто бессмысленные фигуры с бессмысленными званиями, а президенты религиозной республики, несущей истину справедливости и свободу в соответствии с шариатом. Итак, о прокурор и члены суда, вы обвиняете меня вопреки идее, которую я несу уже более 50 лет. Если вы спрашиваете о светской республике, то, я так понимаю, светская по смыслу означает нейтральная. Иными словами, это такое государство, которое согласно закону свободы совести не препятствует как безбожникам и распутникам, так и религиозным и богобоязненным людям. Вот уже 20 лет, как я отошел от общественной и политической жизни. Мне неизвестно, какую форму приняла республиканская власть сейчас, но если, да упасет Аллах, дело дошло до того, что она издает и принимает законы в пользу безбожия, делая нарушителями тех, кто усердствует ради веры и иного мира, то я без всякого колебания заявляю и напоминаю, даже если бы у меня была тысяча душ, я был бы готов пожертвовать ими ради веры и иного мира. Делайте, что хотите. Мое последнее слово «Хасбун Аллаху Достаточно нам Аллаха, Он прекрасный доверенный» Коран 3 сура 173 аят «Господа, многие признаки дают мне твердую уверенность в том, что нас преследуют не от имени государства, то есть не за нарушение общественного порядка с использованием религиозных чувств. Скорее, под этим прикрытием во имя безбожия нас преследуют за нашу веру и за наше служение вере и общественной безопасности, одним из множества подтверждений, чего является то, что за 20 лет 20 тысяч экземпляров и частей Ресаленур были прочитаны и приняты 20 тысячами человек, при этом ни властями, ни прежним и нынешним судами ни разу не было зафиксировано ни одного инцидента, связанного с нарушением учениками Ресаленур общественного порядка. Между тем, столь сильное и обширное распространение проявило бы себя теми или иными происшествиями уже через 20 дней. Значит, резиновая 163-я статья, противоречащая принципу свободы совести, который может распространяться на всех религиозных проповедников, является удобным прикрытием. Безбожники, вводя в заблуждение органы власти и обманывая правосудие, по всей вероятности, хотят нас раздавить. Содержащиеся в Ресаленур сострадание, совесть, истина и правда запретили нам политику, поскольку невинные могут попасть в беду, а мы можем оказаться их угнетателями. В связи с этим некоторые люди пожелали разъяснения. Я ответил, что в наш бурный век из-за эгоизма и национализма, порожденных жестокой цивилизацией, а также по причине исходящего от мировой войны военного, самовластия и исходящей от заблуждения жестокости, распространились чрезмерное насилие и ужасная тирания. И если люди истины будут защищать свои права силой, то либо они по причине пристрастности, прибегая к насилию, погубят многих несчастных людей, в результате чего сами станут тиранами, либо же окажутся побежденными. Ведь люди, действующие и нападающие, руководствуясь подобными чувствами, за ошибки одного-двух человек под ничтожным предлогом подвергают ударам и губят два-три десятка людей. Если же люди истины, следуя истине и справедливости, будут бить только бьющего, то потери для них будут в тридцать раз больше, и они останутся в состоянии побежденных. Если же эти люди истины, согласно деспотичному закону симметричного ответа, за ошибки одного-двух преступников погубят двадцать-тридцать бедолаг, тогда во имя истины они свершат ужасную несправедливость. Таковы истинная мудрость и причина того, что мы, по велению Корана, изо всех сил избегаем политики и вмешательства в дела властей. В противном случае мы, обладая такой силой истины и справедливости, прекрасно и в полной мере могли бы защитить свои права. И поскольку все в мире приходящее и тленно, смерть бессмертна, врата, могилы не закрываются, а трудности обращаются в милость, то мы, уповаясь терпением и благодарностью, несомненно, храни молчание. Насильственное же нарушение нашего молчания будет полностью противоречить и совести, и справедливости, и преданности Родине и любви к народу. В заключении скажу, что нет ничего, что могло бы послужить причиной борьбы с нами представителей власти, политиков, представителей правоохранительных органов и юстиции. Дело тут может быть в том, что из-за своего фанатичного безбожия, исходящего от страшной человеческой чумы материализма и абсолютного неверия, что не станет поддерживать ни одна страна в мире, и что не станет любить ни один разумный человек. Некоторые скрытые безбожники, своим дьявольским коварством обманывая часть официальных лиц и внушая им опасения, настраивают их против нас. Мы же скажем, даже если вы настроите против нас не только нескольких мнительных чиновников, но и весь мир, то и тогда, опираясь на мощь Корана и защиту Всевышнего Аллаха, мы не отступим, не сдадимся перед этим вероотступническим неверием и безбожием. Находясь в тюрьме города Денезли, устаз Бадиузаман написал труд «Плоды веры», который впоследствии был опубликован в сборнике «Посох Мусы». Плоды веры были написаны в течение двух пятничных дней. Затем все находящиеся в тюрьме ученики Рисаленур, а также некоторые другие заключенные переписывали этот труд и изучали его. Писался и распространялся этот труд тайно и в сложных условиях, поскольку бумагу в тюрьму не пропускали из-за чего приходилось писать даже на спичечных коробках. Это произведение в кратком виде объединяющее в себе истины всего сборника Рисаленур в качестве истинной защиты Рисаленур было отправлено в суд города Денезли, в Кассационный суд и в различные инстанции Анкары. Четвертая тема из плодов веры. Однажды моими братьями, помогающими мне, был задан такой вопрос. Прошло 50 дней. Примечание «Сейчас уже 7 лет» относится к 1946 году. Конец примечания. А ты вовсе не спрашиваешь и не интересуешься этой ужасающей мировой войной, которая привела в хаос всю Землю и касается судьбы исламского мира. Между тем, часть благочестивых и ученых людей, оставив общий намаз и мечеть, спешат послушать радио. Интересно, разве есть еще более важное событие, чем это? Или же интерес к нему причиняет вред? В ответ я сказал, капитал жизни весьма невелик, важных же дел очень много. Подобно входящим друг в друга кругам, у каждого человека существуют круги, которые, начиная от круга сердца и желудка, тела и дома, района и города, родины и страны, земного шара и человечества и до круга всего живого мира и Вселенной поочередно входят друг в друга. В каждом кругу у каждого человека может иметься какая-либо функция, однако в самом маленьком кругу имеется самая большая, важная и постоянная функция, а в самом большом кругу может изредка появляться самая маленькая и временная функция. По этой аналогии величина круга и функции обратно пропорциональны, могут существовать различные функции. Однако большой круг из-за своей привлекательности, заставляя оставить необходимую и важную функцию, имеющуюся в маленьком кругу, занимает ненужными, бессмысленными и пустыми делами, понапрасну уничтожая капитал жизни и убивая за маловажными вещами эту драгоценную жизнь. А подчас, с пристрастием следя за этими военными схватками, человек становится сторонником одной из враждующих сторон, и снисходительно относится к чинимому ею насилию, становясь его соучастником. Ответ же на первый пункт вопроса таков. Да, существует еще более великое событие, чем эта мировая война, и еще более важный вопрос, нежели вопрос мирового господства на этой земле. И перед перед каждым человеком, и особенно перед мусульманами имеется такое событие, и стоит такой вопрос, что каждый человек, если у него есть силы и богатства, как у немцев и англичан, и если есть еще и разум, не колеблясь, отдаст их, чтобы в свою пользу решить этот только лишь один вопрос. И вот этот вопрос, о котором, основываясь на тысячах обещаний и клятв хозяина и правителя этой вселенной, единодушно сообщает сто тысяч самых прославленных людей и многочисленные звезды и учителя рода человеческого, некоторые из которых видели это своими глазами, заключается в следующем. Перед каждым человеком стоит вопрос обретения, если у него есть вера, иман, или же потери вечной и постоянной земли и царства, украшенного дворцами и садами во весь наш земной мир. Если человек не обретет крепкую веру, он потеряет ее, и многие в наше время из-за чумы материализма в отношении этого вопроса терпят крах. И даже один праведный ученый увидел, что в одном месте из 40 умерших людей лишь некоторые ушли виной мир с верой, остальные же потеряли. Интересно, сможет ли человек восполнить эту потерю, даже если все богатство земли будет отдано ему? Так вот, мы, ученики Рис-Аленур, считаем, что если бросить дела, способствующие положительному решению этого вопроса и оставить обязанности, помогающие работать в этом деле одному необыкновенному защитнику, который 99% помогает положительно решить этот вопрос и заниматься пустыми бессмысленными делами, словно мы навечно останемся в этом мире, будет абсолютной глупостью. И поэтому мы уверены, что если у каждого из нас будет даже в 100 раз больше ума, его нужно использовать лишь для этой задачи. Ссылка в Эмирдак и суд в Афьоне После пребывания в Денизли в августе 44-го Саид Нурси был сослан в город Эмирдак Вилаета Афьон. Первые 15 дней он провел в городском отеле, а затем поселился в одном из домов. Несмотря на оправдание в суде и на возврат его книг, ему не предоставили свободу. Его контролируют сильнее прежнего, за ним непрестанно следят, заглядывая в окна и двери. В своих письмах он пишет, что в Эмирдаге за один день он порой испытывает столько трудностей, сколько испытывал в тюрьме Денизли за целый месяц. Что Саид Нурси говорил своим посетителям? Всем посещавшим его он говорил, что единственной целью Ресаленур является укрепление веры, которое станет препятствием для угрожающих стране и народу опасностей безбожия и коммунизма, и что в наше время служение укреплению веры является важнейшей обязанностью. Он говорил, что величайшая задача нашего времени приверженность Корану, и поскольку Ресаленур все свои силы направляет на это, то скрытые безбожники, являющиеся врагами страны и народа, ищут разные поводы для нападок на Ресаленур и для настраивания против него других. Однако мы обязаны вести позитивную деятельность. В наших руках есть свет и нет политической дубинки. И будь у нас даже сотня рук, их было бы достаточно только для света. Говоря это, Устаз сообщал, что свет победит недругов религии, что позитивная деятельность по масштабу своего воздействия подобна атомной бомбе, что Ресаленур никоим образом не связан с политикой, что самым важным нашим принципом является искренность и хляс, не позволяющая преследовать никакой цели, кроме довольства Всевышнего, и что сила света состоит именно в этом, добавляя также, что если мы будем действовать искренне и позитивно, милость и покровительство Всевышнего Аллаха сохранят Ресаленур. В 1948 году уголовный суд Афьона вновь заводит дело на Саиде-Нурси. До 1949 года он пребывает в заключении, однако судебное разбирательство затягивается до 1956 года. Наконец, в июне 1956-го суд Афьона единогласно вносит ставшей историческим окончательное решение об оправдании Саида-Нурси и его трудов Ресаленур. С этого времени Ресаленур свободно печатается в столичных типографиях. Во всех местах своего заключения Бадюзаман занимался наставлением заключенных. Эти наставления послужили воспитанию и исправлению многих преступников. Таким образом, тюрьмы превращались в своего рода школы. Сам Саид-Нурси называл тюрьмы, в которых он сидел, Мидрисе Юсуфа, поскольку пророк Юсуф, мир ему, также провел много лет в тюрьме, наставляя заключенных. Находясь в Афьонской тюрьме, прозванной третьим Мидрисе Юсуфа, уста Саид-Нурси написал труд под названием «Блистательный довод» «Эль-Худжетуз-Зехра», повествующий о единобожии пророческой миссии Мухаммада «Мир ему и благо» и толковании суры Аль-Фатиха, что для учеников Рис-Аленур и для других заключенных послужило полезным и светлым изучением научных и религиозных истин. Еще до начала событий в Афьоне Ахмед Хамди, глава турецкого управления по делам религии, попросил у Саид-Нурси два полных собрания книг Рис-Аленур, одно для библиотеки при управлении, а другое для себя лично. Но в это время начались аресты и отправить книги не удалось. Однако, выйдя из тюрьмы и прибыв в Амирдак, Бадюзаман первым делом отправляет Ахмеду Хамди два проверенных и подготовленных комплекта книг. В 1952 году Бадюзаман отправляется в Стамбул на судебное заседание, касающееся его книги «Путеводитель для молодежи». Суд также выносит оправдательный приговор. После освобождения из тюрьмы Афьона, после периода преследований, ссылок, заключений, отравлений и покушений, длившегося 25 лет, с 1925 по 1950 настает новый, более спокойный и свободный период. Истины, изложенные в Рисаленур, достигают самых широких слоев населения. В особенности Рисаленур начинает читать студенты и молодежь. Рисаленур, который ранее размножали, переписывая от руки, с 1956 года начинает открыто печататься в типографиях. До конца своей жизни Бадюйзаман Саиднур-Си, решительно продолжал служить вере. Вопреки труднейшим условиям, ему удалось написать и распространить 130 трудов Рисале, общим объемом в более чем 6000 страниц. Эти книги, являющиеся тафсиром, толкованием смыслов Священного Корана, убедительно поясняющие истины веры в соответствии с пониманием нынешнего времени, стали прекраснейшим плодом его многострадальной жизни. В марте 1960 года, находясь в тяжелом состоянии, Бадюйзаман настаивает на том, чтобы ученики отвезли его в город Шанлы-Урфа, что на юго-востоке Турции. Здесь, 23 марта того же года, на 25-й день священного месяца Рамадан 1379 года от Хиджи, будучи тяжелобольным, он покинул этот мир. После его ухода из жизни свет Рисаленур засиял еще ярче, распространившись по всему миру. Миллионы людей как в Турции, так и за ее пределами изучают его труды во имя спасения своей веры. Труды Бадюйзамана Сейда-Нурси Рисаленур по воле Всевышнего оказали значительное влияние на развитие ислама в современной Турции и во всем мире. На сегодняшний день в Турции и во всем исламском мире Бадюйзаман является одним из наиболее изучаемых и почитаемых мусульманских ученых. Смыслом его жизни было искреннее самоотверженное служение принципам Корана. Он говорил, «В будущем, где будут править разум, наука и технологии, несомненно, будет править Коран, который опирается на рациональные доказательства и предписания которого разумны». Каким тавсиром толкованием Корана является Рисаленур? Тавсиры бывают двух видов. Первый вид тавсира — это известные толкования, излагающие, объясняющие и доказывающие смыслы фраз, оборотов, предложений Корана. Второй вид тавсира — это тавсиры, излагающие, объясняющие и доказывающие коранические истины веры посредством мощных доводов. Этот вид имеет очень большую важность. Первые, известные толкования порой вкратце содержат этот вид. Итак, Рисаленур — это толкование смыслов Корана, берущее за основу второй вид тавсира и бесподобным образом отвечающее на критику даже самых ярых философов. В виде, далеком от субъективных взглядов и соображений, он рационально и объективно объясняет и доказывает истины Корана, преподнося их человечеству. Тавсир Рисаленур, объясняющий и доказывающий истины Корана в соответствующем естественным наукам виде, ясно и твердо отвечает на такие важнейшие для каждого вопросы, как «Кто я? Откуда я пришел? Куда уйду? Каковы мои обязанности? Откуда и куда движутся творения? В чем суть творений? Просвещая и удовлетворяя души и умы?» Рисаленур решил и раскрыл около сотни загадок религии и коранических истин, из-за непонимания которых многие впадали в сомнения и, будучи не в состоянии избавиться от колебаний, порой теряли веру. Теперь же, после раскрытия этих загадок, если даже соберутся все атеисты, они не смогут одержать верх. Книги Рисаленур образовали великую, прочную, нерушимую стену на пути распространения безбожия. Неопровержимыми доказательствами, логичными и разумными доводами Рисаленур убеждает даже самых ярых неверующих философов в невозможность, ложности и неприемлемости материализма и натурализма, противостоящих религии. В книгах Рисаленур автор коснулся самых важных тем, относящихся к вопросам религии, общественной жизни, морали, воспитания, права, философии и тасавуфа, необыкновенно преуспев в каждой из них. Самое удивительное, что сложнейшие вопросы, отвечая на которые многие ученые свернули на опасные пути, он разрешил в доступной форме и самым убедительным образом, следуя светлому пути ученых-суннитов. Например, в вопросе телесного воскрешения в Рисаленур бесподобным, общедоступным образом, благодаря свету Корана, разумно доказана истина, о которой даже такой гений философии, как Ибн Сина, сказал, «Воскрешение — это то, что нам достоверно передано, накль. Мы верим в него, но разумом его не постичь». Если бы двери могилы были заперты и человек оставался бы на этом свете навсегда, тогда у него были бы исключительно мирские обязанности. Но ежедневная смерть сотен тысяч людей и их уход из этого мира в мир вечный свидетельствует о существовании более важных, нежели мирские, обязанностей. И Рисаленур, раскрывая истины Корана, доносит до людей смысл этих обязанностей. Да, в Рисаленур есть много таких глав, как «29-е слово, раскрывающее загадочный смысл этой вселенной и тайну того, откуда пришли и куда направляются существа, а также что с ними будет». «30-е слово, раскрывающее суть человеческого эго и разрешающее загадку движения и преобразования частиц». «24-е письмо, раскрывающее удивительный секрет созидания и деятельности в этой вселенной, происходящих среди непрерывной гибели и тлена». «20-е письмо, раскрывающее и объясняющее глубочайшую и важнейшую суть единобожия, а также доказывающее, что воскрешение человечества является таким же легким, как оживление одной мухи». «23-е сияние, называемое трактатом о природе, разрушающее идеи натурализма и материализма». «Для людей, отрицающих божественность и не верящих ни во что, кроме того, что доступно их взору, Рисаленур показывает эту вселенную и материальный мир в виде бесчисленного множества доказательств существования и единства Творца, а также бытия иного мира и вечной жизни». На пристрастные возражения философов Европы и их последователей, не понявших смыслов некоторых переносных аятов и хадисов, Рисаленур дает разумные и логичные ответы, доказывая, что каждый из тех аятов и хадисов является отдельным чудом. Таким же образом, Рисаленур под корень рубит сомнения, исходящие от современной науки и философии. При этом, Рисаленур следует конструктивному методу. Еще одной особенностью является то, что Рисаленур преподает конструктивный урок без упоминания пороков и исцеляет без нанесения ран, тем самым устраняя сомнения, отвечающие на все приходящие на ум вопросы, вразумляя навс и убеждая сердце. Вера, иман, заключается не только в кратком познании и подтверждении столпов веры. У нее имеется много уровней. Подражательная вера, в особенности в наше время, перед натиском безбожия и заблуждений быстро ослабевает, но вера убежденная, осознанная является непоколебимой, негаснущей силой. Рисаленур, давая знания об убежденной, осознанной вере, укрепляет веру человека и направляет его к счастью и благополучию в обоих мирах. Знания же делятся на два вида. Для одного вида знаний достаточно лишь однократного изучения и повторения, однако другой вид знаний подобен хлебу и воде. В них человек нуждается постоянно. Знания о вере относятся ко второму виду. Также будет полезно отметить, что, как и всякой науке, знаниям о вероубеждении свойственны определенные понятия и термины. Их познание требует от нас постоянного и внимательного чтения книг. Усердное чтение этих книг, ведущих к счастью в обоих мирах, приводит к осознанному познанию веры. Благородный Коран повелевает читать, а пророк призывает к приобретению знаний от колыбели до могилы. Рисаленур понятен и доступен самым разным слоям общества. Читать его и извлекать из него пользу в соответствии со своими способностями могут как школьники и студенты, так и ученые с философами. Просвещенные слои извлекают из него необыкновенную пользу и подтверждают его необычайность и высочайший научный уровень. Такой популярности не наблюдалось у трудов ни одного психолога, социолога или философа. Извлечь пользу из их работ могли лишь люди с соответствующим образованием. Дети, учащиеся в школе, не в состоянии извлечь пользу из труда какого-либо крупного ученого. Однако каждый, исходя из своих способностей, может извлечь пользу из риса ленур. Разумеется, не всякий поймет абсолютно все вопросы, освещаемые в трудах риса ленур. Однако никто не останется без пользы. Это подобно тому, как некто, вошедший в большой сад, не в состоянии дотянуться до каждого плода, но ему достаточно тех плодов, до которых он дотянулся. Ведь этот сад не только для него, но и для тех, чьи руки длиннее. Обучение риса ленур является необыкновенным, оригинальным, беспримерным. По сути, любое образование оставит целью ту или иную материальную выгоду или мирское положение. Большинство научных дисциплин изучается для достижения каких-либо материальных благ и почета, да и то зачастую это требует недюжинных усилий. Однако риса ленур это своего рода свободный университет, в котором изучение уроков посредством чтения этих трудов не преследует никакой иной цели, кроме служения вере и довольства Всевышнего. Несмотря на отсутствие материального интереса, книга риса ленур, являющаяся серьезными научными и религиозными трудами, изучается с такими великими воодушевлением и любовью, с таким бесконечным удовольствием, что пробуждает в своих преданных читателях желание неустанно их перечитывать. И поскольку, согласно благородному хадису пророка «Мир ему и благо», те ученые, которые не стремятся к роскоши и страстям этого мира, являются самыми верными наследниками пророков, то и риса ленур можно считать настоящим наследником. Мир, по мнению многих философов и ученых, находится на пороге совершенно нового этапа. Мир находится в поисках света. И сегодня, на наш взгляд, явно видно, что поэт истины Мехмет Акиф, говоря, «Отправь нам свет, о Аллах, ведь прошли уже века, народ, задыхаясь во мраке, ждет зари на горизонте, указывает на этот свет». Из лекции о риса ленур, прочитанной в университете города Анкары в 1950 году. Как сказал Бадиузаман Саиднурси на Первом Национальном Собрании Турецкой Республики, «Величайшей истиной во Вселенной является вера, а после веры намаз». Мы искали книгу, из которой могли бы извлечь уроки на эти темы «Истины веры». В конечном итоге мы выбрали книги о риса ленур, которые в убедительном и соответствующем пониманию нашего века виде учат этим жизненным и вечным потребностям, и которые вот уже около полувека являются самым надежным религиозным трудом, удостоенным большого одобрения и доверия. Сомнения или отрицания одного из толпов веры и мана гораздо более опасны и вредны, чем небрежность во второстепенных вопросах религии. Поэтому сейчас важнейшим делом является укрепление, усиление и спасение веры путем обращения ее из подражательной в осознанную. Более всего остального заниматься основами веры стало твердой необходимостью, безотлагательной потребностью и даже обязанностью, как в Турции, так и во всем исламском мире. Если у здания ослаблен фундамент, то могут ли ремонт и внутренняя отделка спасти его от разрушения? Какую пользу для жизни засыхающего дерева, корни которого погибают, может принести лечение его ветвей и листьев? Человек — это некое здание, подобное дворцу, а его фундамент — столпы веры. Также человек является неким деревом, корни которого основы веры. Самый важный из столпов веры — вера во Всевышнего. Затем вера в пророков и в судный день — воскрешение. Поэтому знание, которым человек должен постараться овладеть в первую очередь — знание веры. Основой всех знаний их царем является знание о вере — иман. Вера состоит не только из некоего общего подтверждения. Она заключает много уровней. Подражательная вера, особенно под бурями нынешних заблуждений и распутства, быстро угасает. Осознанная же вера является непоколебимой и неугасаемой силой. Иман, вера и ислам того, кто обладает осознанной верой, даже под натиском ужасных ураганов неверия останутся непоколебимы. И те ураганы будут бессильны перед мощью этой веры. Даже самые безбожные философы не смогут повергнуть в сомнение того, кто обрел истинную осознанную веру. Так вот, основываясь на этой истине, мы увидели, что необходимо постоянно, усердно и с глубоким вниманием читать книги, которые, преподавая урок осознанной веры и укрепляя ее, заключают в себе истины Корана и имана, веры, возносящие человек к вечному благополучию и счастью. В противном случае человек нашего времени несомненно попадет в ужасную беду и в этом мире и в мире вечном. Поэтому наш единственный спасительный выход ухватиться за высокое толкование мудрого Корана, объясняющие его благородные аяты, касающиеся веры, а также аяты, обращенные к нашему веку. Мы с большим вниманием и тщательностью искали труд, полностью отвечающий этим нужным, и в конце концов пришли к убеждению, что трудом, который послужит кораническим путеводителем и совершенным наставником для всех мусульман и для всего человечества являются книги Рисалинур Бадилзамана Сейда Нурси. Вместе с нами об этом свидетельствуют сотни тысяч тех, кто с помощью этих книг спасает свою веру. Итак, мы приняли за основу, что автор толкования Корана, который в 20 веке будет исполнять обязанность всецелого, всеобщего путеводителя, должен обладать ниже следующими особенностями. Первая особенность. Автор этого труда должен взять себе в учителя только лишь мудрый Коран. Вторая особенность. Мудрый Коран — священная книга, заключающая в себе истинные знания. Это извечная проповедь, наставляющая все слои человечества во все времена. Поэтому, комментируя его, чтобы изложить истину в чистом виде и таким образом сделать истинное толкование, толкователь не должен пребывать под воздействием своих личных взглядов и принципов и не должен примешивать к этому свои чувства. И чтобы в полной мере раскрыть смысл Корана, необходимо, чтобы толкователь обладал компетентностью в каждой науке, широким мышлением, проницательным взглядом и совершенной искренностью, а также, чтобы он был великим гением и обладал проницательной, глубокой способностью к выведению решений на основе Корана и Сунны, и Чтихат. Третья особенность. Для того, чтобы толкование Корана было написано с полной искренностью, его автор не должен преследовать какой-либо материальной или духовной выгоды, кроме довольства Всевышнего. И это высокое состояние должно прослеживаться в биографии этого человека. Четвертая особенность. Одним из самых больших чудес Корана является сохранение им актуальности, а также то, что у него всегда имеется сторона, отвечающая нуждам каждого века, так, словно он не спослан именно для этого века. Итак, в толковании, написанном в это время, должна быть раскрыта та сторона мудрого Корана, которая обращена к нашему веку, и при этом она должна быть разъяснена и доказана в таком виде, который был бы полезен для всех слоев человечества, от простых людей до ученых мужей. Пятая особенность. Толкователь должен преподнести истины Корана и Имана, доказывая их неопровержимыми доводами и аргументами. Шестая особенность. Урок истин Корана должен быть в такой степени сильным, настолько красноречивым, проникающим и воздействующим, чтобы суметь осветить и удовлетворить разум, сердце, душу и совесть, а также подчинить навс и заставить замолчать даже дьявола. Седьмая особенность. Избавляя от таких плохих и препятствующих постижению истин, черт, как эгоизм, гордыня, самодовольство и тщеславие, этот урок должен наделить человека такими высокими и прекрасными нравами, как скромность и смиренность. Восьмая особенность. Для ученого, толкующего благородный Коран, является условием следования сунни почтеннейшего посланника Аллаха, мир ему и благо, и действия в согласии с путем Ахлисунна Вальджамаа, отдаленность от мирского и обладание богобоязненностью, величайшими искренностью и стойкостью в служении и религии, великими верностью, преданностью и самоотверженностью, а также бережливостью и довольством. Девятая особенность. Толкователь Муфастир, излагая вопросы Корана и Шариата, должен быть обладателем исламских мужества и смелости, не принимающим во внимание каких бы то ни было давления и гнета, не дающим фетвы ни под каким воздействием и, не боясь смерти, говорящим истину с силой веры. Итак, по общему мнению и согласию истинных и компетентных исламских ученых нашего времени, Бадиузаман Саид Нурси и его книги Рисали Нур полностью соответствуют девяти вышеупомянутым условиям и особенностям. В теперешнее ужасное время самой большой проблемой человека является спасение веры или же ее потеря. Мировые войны заставили человечество пробудиться и напомнили ему о тленности мирской жизни. Они пробудили в нем желание жить в вечном мире среди вечного счастья. И, конечно, в это лживое обманчивое время нам нужно быть очень внимательными в поисках помощника для решения этой проблемы. О том, что Рисали Нур является в это время таким помощником, свидетельствуют миллионы тех, кто с помощью него спасает свою веру. Поэтому мы немного расширим наше исследование. Книги, которые до нашего времени были написаны гениями исламского богословия, выдающимися имамами нашей религии и гениальными толкователями мудрого Корана, являются бесценными, и каждая из тех личностей является отдельным солнцем ислама. Однако, наше время не похоже на времена, когда жили те великие люди. В старые времена заблуждение исходило от незнания, и устранить его было легко. Сейчас же заблуждение и атака на Коран, ислам и веру, имам, исходят со стороны науки и философии. Устранить такое заблуждение уже сложно. Раньше представители второго вида заблуждения составляли лишь тысячную часть, и из тысячи таковых только одного можно было вывести на прямой путь с помощью наставлений. Ведь такие люди, будучи незнающими, считают себя знающими. Вам также известно, что в прежние века точные науки не были развиты настолько, насколько они продвинулись в 20 веке. При таком положении вещей уничтожить распространившиеся в этом веке безбожий и материализм, вывести человечество на прямой путь, показав ему дорогу истины, спасти веру, можно лишь раскрыв сторону мудрого Корана, обращенную к этому веку, и истолковав ее так, чтобы все могли извлечь пользу. Да, на сегодняшний день необходим такой-то в сир Корана, который, подобно Ресалинур, заставил бы размышлять, задействовал бы разум и логику и осветил бы душу, сердце и совесть, который пробудил бы и избавил бы от беспечности мусульман и всех людей, который показал бы дорогу Корана, являющуюся прямым путем. Итак, на протяжении вот уже более 30 лет примечание по состоянию на 1950 год. Конец примечания. Явно видно, что Ресалинур является толкованием Корана, обладающим этими особенностями. И это подтверждено многими учеными. «Ресалинур ресалинур 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 ресалинур